Я так вам скажу, что это самое крутое, что я когда-либо делал. Это невероятный проект, который получил еще более эпичное продолжение. Mustang был самым запоминающимся событием прошлого года. А в этом году, мне кажется, мы сделаем еще круче. А для тех, кто не знает, что такое проект Mustang, слушайте внимательно. Год назад я и мои друзья взяли полмиллиона рублей и полетели в холодный Сургут, чтобы купить машину моей мечты. Mustang 2005 года. И перегнать его в Москву. И это было огромной ошибкой. Мы терялись в полях. Вы посмотрите, это ж не дорога. Нарывались на разборки. Видимо, нас пиздец будет. Оставляли машину на произвол судьбы. Искали для нее детали. Вызывали полицию. Чинили ее. Переживали, когда она ломалась. И из-за всех этих приключений, Mustang сейчас в очень плохом состоянии. Он находится в мастерской нашего друга. Но на его полный тюнинг нужны деньги, которых у нас просто недостаточно. Так что нам осталось сделать только одно, чтобы закончить этот проект. Нам надо на нее поспорить. Мы тогда начинаем ремонт мустанга. Как закончим, я с тобой свяжусь. Парни, сделайте из нее конфету. Мустанг, что с тобой случилось? Я думаю точно, что пацаны попадут 100% в приключениях. Так, с чего у нас все это началось? Получается, мустанг в гараже. Мы, получается, собрали все детали и поехали в гараж. Мы еще кое-что не взяли. Давай перегружай это, а я сейчас бегу будет. Парни готовы! Легендарный бампер, который к нам пришел ровно через два дня после последних печальных событий, которые произошли с мустангом. Вот ты мне засрал. О, да! Гриша, тебе удобно? Очень. А тебе хомяк? Нет, да. Все хорошо. Здорово, Диман. Посмотри. Привет, чувак. Здорово. Эй, брат. Привет, брат. Давай я тебя обниму. В общем, по-серьезски, мы нашли чувака, с которым мы поспорим на мустангу. А, точняк. Все началось не с этого, а с одного звонка. Ну, здравствуйте. Я с камерой. Ты с камерой сразу, да? Ну да, а как это? Набирает мне другой блогер. Зовут его Сергей Косенко. Мы никогда с ним не общались и не встречались. Он, получается, для тех, кто не знает, пилит контент про бизнес, интервьюхи. И у него на канале есть даже проект, похожий на мой. Он делает выживание на острове. То, что я хотел сделать, в принципе, он уже практически реализовал. И вот он мне набирает и предлагает встретиться, поговорить о мустанге. Да, смотри, короче, я видел твой сториз. Вы сейчас все спрашиваете про продолжение мустанга. Абсолютно непонятно, когда оно выйдет, потому что для ремонта нужны серьезные бабки. А денег на проект сейчас реально недостаточно. Вот. И мне хочется, чтобы вы проект до конца довели, чтобы была классная тачка. И у меня есть богом забытая тачка стоит в Челябинске. И вот в этот момент я понял, что это реально что-то судьбоносное. Потому что Челябинск – это именно тот город, где у нас умер мустанг. Уже года три там стоит. Я, если честно, забыл вообще. Сергей предложил мне 300 тысяч рублей за то, что я перегоню его машину из Челябинска в Москву за двое суток. Но не знаю почему, я решил поднять ставки и оказалось очень зря. Так, окей. Не говори мне в любом случае, что это за машина. Пусть для меня это будет сюрпризом. Я люблю таинственность. Не проблема, она... Ну, могу сориентировать. Примерно она стоит деталям 200. Давай договоримся так, что если мы эту машину привозим, она наша. И вот тут он произносит фразу, которую я вообще не ожидал услышать. Смотри, давай так. Давай. Давай, короче, реально. Давай сделаем офигенный челлендж. Давай, если за 48 часов вы привезете машину из Челябинска в Москву... То я ее вам отдам. Если вы не привозите за 48 часов, хотя бы, скорее всего, привезете. Слушай, 48 часов, это там не должно быть проблемой. И я забираю себя местами. Это, знаете, тот момент, когда хотел как лучше, а получилось максимально через жопу. Просто максимально. Но, с другой стороны, это честно. Хочешь тачку выиграть, ставь свою. Не, я думаю, что мы какой-то о рекламе поговорим. Ну, вот мы практически... Ну, Диман, конечно, авантюрист. Я не знаю, но лично я бы ни за что не согласился. Вот просто, Дим, представляю, момент, что вот мы возвращаемся в том время, когда у нас нету просто... Понимаешь? Слушай, я его, блядь, не особо и вижу, если честно. Я в этом времени сейчас живу. Он где-то там. Я учитываю риски, думаю, что... Учитывая, что машина стоит там 3 года, и у нас как бы 25 часов условно езды, вот, просто езды, и вот вдруг чё? Короче, я против. Да чё? Нет, мы не просрём, мы всё выиграем, конечно. Я думаю, стоит рискнуть. Лям-200 это дохера. В общем, мне кажется, в тот момент я принял единственное правильное решение. Да не, чувак, а вдруг чё? В смысле? Вы чё, охерели? Я тоже знаю. Вы чё, охерели? Это охуято будет. Да ладно, это будет охуято будет. Это пацанское решение. Сергей, привет еще раз, это Дима Масленников. Мы согласны на проект. Мы согласились, но было еще одно условие. Только смотри, единственное, так как он сейчас, я видел в каком состоянии, давай, вы хотя бы приведите в тот вид, чтобы я мог на нем ехать. Там, лобовое стекло, ну и там общую. Я понял. У нас сейчас масштабного ремонта не получится, о котором мы с тобой говорили. Нам надо сделать по минимуму, его вот прям привести в вид. Тут нет живой детали, вообще ни одной. Смотри, слышь, шпаклевки. Ты видишь, сантиметр шпаклевки есть. Он голубым был? Он был голубым. Стоп, подожди, он голубым был? Когда-то, да. Он был голубым. В общем, смотри, если мы выиграем спор, у нас, получается, будет тач, который мы продадим. И вот лишний, лишний, блядь, мажор. Лишний миллион мы в него также вложим, чтобы там внутри все сделать по красоте. В общем, на, Вася там, все дела там. Если вы просрете, то, что мы делали, это было зря, да? Я был в шоке, потому что предстояло сделать крутой проект, когда ты знаешь, что есть шанс, что его уже с нами не будет, никогда, и мы его не увидим. Это обидно. Короче, у меня предложение начать с чего? С того, что надо в последний круг прокатиться. Ну, можно, а как мы поедем-то? Ну, ты Форсаж смотрел? Там вин-дизель был, дядька, знаешь, он лобом с ноги лобашью выбивал. Давай, попробуй. Братан, возьми и разбей лобовое. Как ты ее выбить собираешься? Я ее с ноги собираю. Серьезно? Блядь. Ты что, с ума сошел? Ай, на! Нет! Давай, давай! Давай, давай, Тимон! Блядь, слушай, я боюсь, что она мне ногу разрежет, нахер. Нет, это же безопасное стекло. Безопасное стекло, ты вот, у тебя осколочек, вот подержи его. Давай, не любони. Подержи его в руках. Безопасное стекло, блядь. Кстати, да. Давай кувалду расхуярим. Принеси кувалду. Что, нет? Кувалду у тебя? Бита-то должна быть. Блядь, у вас-то бита должна быть. Я в машине. Давайте. На-хрен-на. Мужские. Честно, я всегда мечтал это сделать. Взял эту биту и начал херачить этот мустанг. Вот я совсем это сражание. Бандалы, бандалы, одним словом, блин, ну. Теперь можно вот так вот делать, все. И как бы, бита внутри, да, как бы. Я так понимаю, ты просто постебался надью, типа, разбей и все. Вот, как бы, да. После эпизода с кирпичом уже нечего было терять. Хотелось сделать что-то интересное, зрелищное. Почему бы не разбить стекло на машине, которое мы полностью перекрасим. Поэтому, как бы ты вынес ноги с руки. Я думал, вообще ты залезешь в тачку и с ноги одним ударом выберешь. Но нет. Так, смотри, просто, когда я смотрел MTV, мне всегда хотелось испытать вот это чувство, знаешь, типа, а-ля тачка на прокачку, чтобы Экзибит подошел, так, тюнь, типа, все дела. А просто. Равен за сосочек такой, вы должны все еще репетировать. Мы с Гришей не будем видеть вообще ремонт. Когда он закончится, мы приедем, мы должны охренеть. Все будет записывать хомяк. Хорошо, сменяем работа, качество и сдать вовремя тачку. До встречи. Ну, за ЭлСкилл я 100% уверен. Я видел множество их работ, и эти ребята не могут сделать плохо. Это Саня тебе пишет, молодец, правильно сказал. Солку кинул. Солку кинул. Ну, вот и все. Итак, всем привет. Меня зовут Александр ЭлСкилл, и сегодня у нас второй день работы над автомобилем Ford Mustang. Мы моем подкапотное пространство, чтобы выявить неисправность и течи. Параллельно моем кузов, готовим его к арматурным работам. Потом машинка уедет к ребятам из кузовного цеха, они начнут кузовные работы, ремонт и покраску автомобиля. Погнали. В принципе, на тот момент мы уже много сделали. Мы столько бабок вбухали, чтобы коробку починить. Мне кажется, у Санька никаких проблем не должно возникнуть. Просто садись за руль, выезжай на дорогу, кайфуй, машина полностью исправна. Тут, по-моему, напиздил про ремонт коробки, нет? А что, со скоростью? Нейтраль. Ну, вот передняя включается. Ну, 120 километров в час, да. Хуярим. Ладно, что я распинаюсь? Машина, огонь. Я загорелся, ахуенно. У нас еще новый подарок. Вот эту заднюю починили. Слушай, ну, честно, я не понял, что творится. Тачки явно неисправны, ты видишь? И вот мы включаем драйв. Ты видел, да, это движение? Это явно ненормально. И вот опять какие-то проблемы. Да еще и с коробкой. Машина не поехала назад. В принципе, у нас такое было. Но есть одно небольшое изменение. Мы же ее починили все-таки. В стилистике просто этого автомобиля, мне кажется, да? Да, да, да. Это классика. Короче, надо поменять аккумулятор. Потому что он жалуется в основном на него. Механик пришел и сказал, что могут быть проблемы из-за аккумулятора. И тут меня просто осенило. Прикинь, если мы взяли хреновый какой-то аккумулятор в Сургуте и из-за него тупо не доехали. Столько всего произошло из-за небольшого действия, которое мы сделали в самом-самом-самом начале путешествия. Вот сколько может быть проблем с одной машиной. Одних и тех же проблем. Вот. Ничего не меняется, короче. Вообще ничего не меняется, меняешь. А что вы сделали? Офигеть. Когда разделим мустанг, он выглядит как вот этот Mad Max или еще что-то такое. Он стал еще брутальный и хотелось... Уже не так жалко его стало, а хотелось прям куда-то впилиться или еще что-то. Ну, ладно, это... Тихо-тихо-тихо. Это все, что осталось от мустанга на второй рабочий день. С автомобилем? Процесс идет. Твою ма! Есть хорошая новость, есть плохая. Аккумулятор зарядили. Оказалось, что задняя передача не включается, в принципе. Машину прогрели, задняя начала работать. Поэтому мы начали искать короткое замыкание и причину вообще... Сейчас, секундочку, да, я просто вспотел пиздец. Соответственно, что мы сделали? Мы сбросили абсолютно все ошибки. Подняли машину на подъемник и искали причину вообще возникновения всех проблем. Это, возможно, коротыш. Нам повезет, если это правда, либо... Вот сейчас по-русски можешь объяснить? Короткое замыкание. Ошибок, конечно, в мозгах накопилось такое количество, что автомобиль вообще странно, что передвигался. Соответственно, на сегодняшний момент автомобиль без ошибок можно завести и на нем поехать. Единственное, что нам необходимо, прокатиться. Я, честно говоря, не понял, у вас травы есть или нет, что он так много все искал. Давай попроще. Давай все-таки запустим мотор, посмотрим, горит ли чак сейчас. Да, ты что, отодрался руля эту штучку? Я не отбирал уже, он и выпал. Возьмите, выпал. Ой, братан, привет. Давно мы с тобой не видели. Если загорается чак, то жопа, да? Да, пока. Нет, нету чака. И за ним? Стоп, подожди, а как вы без лобового поедете? Нормально. Это же лишение прав, братан. У меня без глаз номера хорит. Это затащенное лицо. Давай я поеду, нормально все. Ух! Ух! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Бля-ха! Прилык, уже. Ну, ты сладкий. Пиздец! Что произошло? Что, он кричит? Они перепугались, что с вами что-то случилось здесь. Никто в этом лифте не орет, понимаешь? Мастанг, что с тобой случилось? Ну что, прокатимся? насколько сильно я одобрял эту идею знаете но я просто взял и сказал что я не поеду как бы у меня одни права пока что естественно кассаж такой тип братом давай покатаемся ну как я мог сказать нет утеплился сайт только пожалуйста не жестко но что за фронт с тобой не поем потому что это правда решение всех прав и свобод потому что у нас нет а лобового стекла это лишение нет дверей это лишение нет номеров это достаточно опасно честно говоря я лучше очковый потому что сейчас будет с опытом раздавать я этот момент безумно хорошо помню и я также помню во что он мог обернуться я я был в шоке мы летим на нереально какой-то скорости без лобового стекла за рулем этого тарантаса только заворачиваем практически в боковом заносе в леса а там облава я не то что подумал что менты погонятся это было на сто процентов потому что я же был второй и я видел как патрульная машина с реагирует все заходим из машины и как бы в принципе хуй знает кто за рулем да вообще непонятно чья это тачка стучь стучь вон вон он ебать чувак да ну нахуй это не наша тачка могли попасть если бы мы оперативно не развернулись и не уехали бы в лес нас бы точно взяли я я так я понимаю что нам так повезло ребята это просто просто нечто я вот так сейчас переживал так переживал что сейчас мы наруемся на полицию представьте вот как только ты очень сильно чего-то боишься реально я заметил вот это самое сразу же происходит ты снял менты как менты пиздец мы причем чувак мы заезжаем и они буквально через 10 секунд проезжают ладно мы обоссались и бросили тачку в лесу в эту нахуй я буду поехать реально проехали снимать я не очень хочу за руль садиться давайте толкаем ее ладно Санек спасибо тебе большое оставляем тебе эту машину оставляем тебе хомяка хомячок за мной за мной все пока парни сделайте из нее конфету давай вот по чесноку как думаешь что они сделают отъебенем ей в крышу кабрик говорить не будем никому да я думаю что ну реально как я и до этого сказал она сто процентов будет лучше чем сейчас не будет перерождение феникса мне безумно страшно об этом думать но представьте сколько уже мы потратили на эту машину покупка аккумуляторов ремонт коробки колеса даже масло мы заливали в нее литрами если бы со всего этого я получал кэшбэк я бы наверное салон тачки отремонтировал потому что это приличная сумма получила к примеру на то же масло лукойл можно получить кэшбэк на их официальном сайте через епн аж целых 50 процентов вот только представьте это это дешевле оптовых цен мне кажется это просто бомба в общем теперь я лично буду пользоваться кэшбэк сервисом епн более тысячи магазинов партнеров кэшбэк епн суммируется с кэшбэками банковских карт и другими акциями и более того куча вариантов заработать дополнительные деньги себе на счет и быстро их снять кстати 9 декабря они начали масштабно праздновать свой день рождения если вы перейдете по ссылке в описании у вас будет шанс выиграть крутые призы последние айфоны плойки apple watch денежные призы и кучу всего интересного лично я буду участвовать и экономить деньги на ремонт мустанга ссылка ребят в описании а мы продолжим и так мы закончили все работы по кузову и автомобиль готов в покраске какого цвета я хотел бы мустанг самое главное чтобы не было розового мустанга голубого и наверное золотого вот эти три цвета ну я был бы не рад и дичь просто дичь это просто дичь они ничего не понимают в этом цвет говно ну да в принципе мне это говорили не один раз когда мы начинали красить какие-то автомобили поэтому тут выбора не было когда мы монтировали этот выпуск я сначала хотел показать абсолютно весь процесс как ремонтировали мустанг поэтапно с какими трудностями сталкивались ребята из лскилл и так далее но потом я понял что я хочу чтобы наши подписчики пережили ровно то что я ощутил на себе когда впервые увидел обновленный мустанг мультибренными не модифроблют одновешен мультибренными Вместе в данное местопpo Вместе с войной мне пиздец в т juщее Видишь, как ты тут боишься, в sweat и FYI На уши войны Выкупишь На уши войны Выкуре На уши войны ВИЛЧН и Fairy На уши войны Выкупишь На уши войны Выкуre На уши войны Выкручишь На уши войны Спиедь Ну что? Этот момент наступил. Просто не верится. Просто не верится. Вы не ощущаете это. Вы реально этого не ощущаете. Потому что для вас пролетело буквально несколько минут и все. Для нас прошло несколько месяцев. Несколько месяцев мучительного ожидания. Несколько месяцев съемок. Несколько месяцев работы ребят из L-Skill. Все это для того, чтобы вы сейчас кайфанули. Для того, чтобы привести в мустанг в форму. Сделать из него нормальную машину, на которую можно спорить. И все это ради того, чтобы в конечном итоге сделать из мустанга невероятно крутой автомобиль. Я боюсь представить, как он выглядит. Потому что я не знаю абсолютно ничего. Я не знаю, какого он цвета. Я не знаю, что они в нем вообще делали. Я понимаю, что сильно там что-то не изменилось. Но если даже лобовое просто они вставили. Я буду невероятно рад. Потому что это моя тачка. Я искренне от нее кайфую. В плане вождения, в плане обладания с самого начала. Да, очень много косяков с ней было связано. Да, в какой-то момент хотелось выбросить ее нахер. Она ломалась. Ее били и так далее. Но когда я сажусь внутрь, поворачиваю ключ зажигания. И слышу этот мотор. Я понимаю, что я и эта тачка одно целое. Безумно счастлив, что на моем канале есть такой проект. Проект, в котором основным действующим лицом стал легендарный автомобиль. Легендарный автомобиль, о котором мечтает огромное количество людей. И круто, что он у меня есть. Привет! Ну что? Бежал там? Бежал. Давай я теперь буду снимать. А, ты будешь снимать? Сука! Если чувствуешь, то ты будешь на мой взрослый австоп. Мы приготовлю тебе маленький дымный сюрприз. Так что, она там стоит? Да, да, да. Смех. Как это? Давай, ладно, вот так вот я сделаю. Давай, открывай глаза. Ее здесь нет. Что, сука? На самом деле мы решили подарить тебе... Ништяк? Зачем тебе мустанг? Деточка? Знаете, с одной стороны какая-то эйфория внутренняя. И в то же время такое вот мощное переживание за результат. Просто я боялся, что я выйду, посмотрю на эту машину, а вдруг она мне не понравится. Вдруг в ней что-то не то, и мне, наверное, придется вот это вот, какие-то эмоции наигранные делать, что вот, классно, да. А я буду понимать, что это вот, блядь, это не то, что я хотел бы увидеть. Что ты ждешь вообще? Какие ожидания? Я, честно, я тебе полностью доверяю. У нас был договор, что вы просто ее приведете в чувство. Поэтому, в принципе, я многого не ожидаю. Но, понимаешь, если я сегодня сяду за руль своей тачки, я нереально кайфану. Я смотрел на лицо Димы и очень сильно переживал, какая у него реакция будет на мустанг. Очень страшный момент. Всегда вот перед самым. Ну что, поехали? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сука! Оооо! Субтитры сделал DimaTorzok Бля! Вот это чётко! Вот это чётко! Просто было что-то невероятное. Это моя машина, это моя тачка мечты, которая выглядит просто, просто космически. Я надеялся где-то на подкорке, я помню твою фразу, что тебе понравится. Но вот такого я себе не представлял вообще. Не буду врать, искренние эмоции, у меня щёки пиздец болят просто. Слушай, мне жалко не оспорить будет с тобой. Здравствуйте! Ух ты! Вот это приколюха! Да, по-другому звучит. По-другому прям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ебать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, красненькие же были, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это просто судьба и карма. Я всегда признаю свои ошибки. Да, это было китайское говно с виду, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше. Новый эксклюзивный звук выхлопной системы. Такой вот скольный спойлер. Вписаться сюда просто идеально. Полоски. Ну, какой мустанок без полосок? Ну, это да. Естественно. Когда мы сделали полоски, я сказал, что чего-то здесь не хватает. И мы перешли, соответственно, к боковым полоскам. Не добавить сюда пони было бы аж... Какой пони, нафиг? Это мустанк. Это мустанк. Видишь, что это эксклюзивный сплиттер, разработанный нашей командой. Вообще здесь идеально смотрится. Ну, и, соответственно, вот такой маленький спойлерок сзади на нем. Ну, и самое главное. Морда автомобиля. ПТФки у нас теперь с двумя крестами. Машина смотрится эксклюзивно, зрелищно. А самое главное, она теперь реально грозная. Мустанг должен быть боевым, но эксклюзивный цвет. Это тот момент, когда ты мечта побывать в программе, и ты, в принципе, в нее попал. Да, надо сделать вот так. Ну, ты знаешь, что мы на нее будем спорить. Я надеюсь, ты будешь держать кулачки. Слушай, я тебя ненавижу, если ты проиграешь. Офигеть! Тачка получилась просто пре-крас-ной. Мне все очень нравится. Колесики такие, выпуклые полосочки. Изменили вообще все. Я, как маленький ребенок, готов был реально прыгать вокруг него, потому что для меня это как история с Фениксом, который переродился. Такой не может не понравиться. Понимаешь, мы делаем достаточно крутые тачки уже много лет. И если тебе понравился мой автомобиль, на котором мы как-то с собой до центра доехали, то я был уверен, что тебе понравится и этот. Потрясающе было поделиться этой радостью с друзьями. Потрясающе было сесть снова за его рулю, слушать этот лев. Здорово. Здорово. Других слов нет. Просто невероятно. И вот в этот момент я понял, что мы прошли просто невероятный путь. Вы представьте, что вот этот мустанг мог просто доживать свой век в Сургуте, в холодном Сургуте, просто там гнить. Мы взяли легенду и спасли ее. Реально спасли. И дали ей вторую жизнь. Внутри была гордость. Гордость за этот проект, который взял и просто изменил судьбу одного автомобиля. Одного чудесного автомобиля. Но в то же время очень не хотелось на него спорить. Жалко ли будет спорить? Чувак, я вообще не понимаю, как это возможно. То есть, ну, реально не понимаю. То есть, ну, в моей голове механизмы не поворачиваются в ту же сторону, чтобы взять и, блин, поспорить. Я очень сильно сроднился с этой машиной и я очень сильно не хочу, чтобы на нее спорить сейчас. Думать о том, что выиграем или нет, если мы согласились, надо выигрывать. И только так. Слушай, очень жалко. Я не приму этот вариант. Надо побеждать. Ну, теперь мы уж точно должны побеждать. Прямо. Сто пудово должно быть. Фух. Сэр, а у тебя в Челябинске такая же машина стоит, пожалуйста. Красава. Почти такая. Ну все, братан, мы сделали пустанку. Да. Показать? Давай, конечно. Вау, хорош, красава. Мы немного перестарались. Не лобовуха, но пол полностью. Колеса. Принимаем, ставка принята Ну все, братан, мустанг сделан? Да 48 часов Сделаешь? Придется, сука! Продолжение следует...